Муфта у меня вылезла, а жгут не пошел. Это же пипец. Особо не заморачиваются с отверстиями. Идеально прозрачного чистого очистителя внутри. И приступим к очистке. Всем привет, друзья! Сегодня мы покажем... Переборку, наверное, громко будет сказано. Ну, покажем устройство муфты включения полного привода. Заодно попробуем выявить неисправность на конкретно этой муфте. И в свое время, если бы мне попался такой ролик, я был бы очень счастлив, чтобы посмотреть правильную компоновку фрикционов. Ну, что вообще может выходить из строя, как это все разбирать. Я думаю, что будет интересно. Поехали! Давайте для удобства и для начала отрутим флянец. То есть нам нужно открыть вот эту гайку головкой на 24, на 27. Я накосячил. На 27, удерживая флянец прямо рукой пистолетом, можно отстрелить эту гайку. Она у нас самоконтрящаяся. И флянец должен свободно выйти от рук. Здесь мы сразу видим сальничек. Точнее, мы увидели не сальничек, а сальник. Далее, сразу снимем кронштейн проводов на включение муфты электромагнитной. Откручиваю я это делаю головкой на 10. Далее, головкой на 12 мы будем откручивать раз, два, три, четыре, пять, шесть болтов крепления муфты к заднему редуктору. То есть нам это надо расстыковывать. Хочу сразу обратить ваше внимание на то, что болты у нас есть с направляющими втулками. Они вот у нас по бокам два. Это надо сразу как-то ответить. Остальные болты, в принципе, одинаковые. Сразу с резьбовой, с полной частью. И вот эти вот боковые, давайте вот прямо, даже сейчас я метод поставлю. И чтобы потом долго не мыслить, где вверх, где вниз, сделаем еще метку вот здесь, чтобы понимать потом, как правильно стыковать. Либо просто ориентир должен быть такой, что сапуны у нас всегда сверху. Далее пытаемся извлечь муфту. Смотрите, вот муфта у меня вырезала, а жгут не пошел. Сейчас я еще раз покажу. Жгут у меня вот здесь вот сидит достаточно плотно. Вот там даже какое-то окисление пошло. Вот, и жгут пришлось вручную еще вытаскивать. Ну, это не беда, не беда. Видим еще один сальник, который у нас предотвращает в эту полость прорыв жидкости из заднего редуктора. Еще раз, что мы здесь видим? Во-первых, обращаю ваше внимание на то, что здесь у нас присутствует герметик. Вот, поэтому не забывайте запастись. Вот, дальше нам нужно из корпуса, грубо говоря, изъять муфту. Можно вот надавить на корпус вниз, делать упор на входной вал. Просто давим. Там подшипник сидит в корпусе, и его иногда запасывают. Вот, увидели, что с небольшим ударом у меня вышло. То есть вот здесь вот подшипник сидит, вот этот. Он нам не давал слезть. Для удобства мы муфту одели на планицу. Просто, чтобы было устойчиво и чтобы удобнее было снимать для вас. Сейчас мы стянем электромагнитную муфту непосредственно саму. Нам здесь есть специальные два отверстия с резьбой. Вот, сейчас мы установим съемник и покажем, как это все стягивает. Далее, берем вот такую головку на 30. Вот, установим ее в серединочку. И мы вот таким образом будем делать упор вот на эту часть и стягивать муфту. Сейчас я покажу, как это будет выглядеть. Короче, мы немножко переиграли, сделали упор в другое место. Вообще, в свое время мы как-то делали упор элементарно. Вот, брали ровную площадку и клали вот на эту часть. В принципе, тоже все было достаточно удачно. Так, поджимаем болты, чтобы побольше резьбы вашего, чтобы предотвратить обрыв, срыв резьбы. И пробуем стянуть муфту. Характерный щелчок. В принципе, особого усилия тут нет. Видите, что муфта у меня пошла. Вытаскиваем до того. То есть, главное, чтобы внутренняя обоима подшипника сошла у нас с этого вала. Немножко на муфте остановимся. Например, нам нужно поменять вот этот подшипник. Для этого, естественно, нам нужно снять вот этот стопор. Вот наружное стопорное кольцо. Снять вот этот стопор. Вытащить муфту. Хотя, зачем его таскивать? Ну, ладно. Пускай будет подшипник, чтобы поменять, нужно снять этот стопор. Перевернуть и по внутренней обоим просто выбить подшипник. Упор делать вот сюда. То есть, тут все элементарно. Вот вся электромагнитная муфта. Ну, без якоря. Так, друзья, теперь нам нужно уже непосредственно, вот у нас голая муфта. Без электромагнита, пускай будет. И нам сейчас необходимо сорвать вот эту стопорную гайку. Вот она у нас. Это гаечка такая. Вот, контрящаяся. Чем мы ее будем срывать? Мы вот изготовили вот такой колхозанский съемник. Было много сварки без газа. Вы видите, да? И у нас принцип следующий. Вот у нас три штыря. Эти штыри у нас по нашей логике должны зайти вот в эти пазы на гайке. Вот, да. Они плотненько зайдут. Вот, чуть-чуть вот не хватает. То есть, сейчас подобьем и штырь войдет. Вот. И удерживая за вот эту часть муфты, мы будем сворачивать дайку. Вот элементарно просто мы три жестких штыря. которые у нас в соответствующие места впиваются, и они будут тащить гайку. Так, друзья, как обычно, один импровизированный съемник не сработал. Стопорная гайка у нас не пошла. Вот он, съемник начал съезжать. Сейчас мы попробуем, проверим усилие затяжки вот таким съемником. Это мы делали из муфты. Как раз электромагнитный, наварили сюда два штыря, которые у нас будут непосредственно в выходной вал вставляться. Точнее, во входной. Это у нас вот эта вот соколоба, это входной вал считается. Вот. Вот в эти два отверстия. Она у нас очень плотно встает, центрируется. Вот, вы видели, она зашла у меня вообще без усилий. Вот. И сидит здесь четко. Съемник вот этот подходит вообще идеально. То есть он создает такое мощное усилие, я не смог сорвать сейчас. Потому что сейчас держит контр-гайка. Поэтому сейчас контр-гайку мы будем сбивать по классике, отверточками. Просто хотя бы ее стронуть. Вот. Это, наверное, не будем показывать. Вот здесь вот я рекомендую поставить рисочки, чтобы видеть, где у нас стопорная гайка была. Вот вы видите, что мы ее немного стронули. Смотрите, как это получилось. То есть один человек у меня удерживал центральную часть, а я вот легким ударом, он создает противодействие, а я создаю действие. Вот легким ударом вот гайка стронулась. Лед тронулся, господа. Все. Теперь гайку свободно мы выкручиваем. Я вот видел ролики по разбору. И там ничего не говорилось про стопорную гайку, насколько я помню. А она есть. То есть и вот сейчас вот мы можем затяжку муфты, вот либо сделать еще одну метку, либо штангелем по высоте, вот с четырех сторон я, наверное, сейчас померю. Так, друзья, вот когда уже нет стопорной гайки, делаем еще одну метку. Не важно чем, не важно как. Главное, чтобы вы потом ее поняли. Вот. И вот без такого сейчас съемника, без такого съемника будет очень тяжело, потому что отвертками так можно так засадить муфту, что потом просто эту часть придется где-то искать. Хотя тяжело найти. Собственно, когда мы это попробовали первый раз с отверткой, мы изготовили такую штуку. Сейчас посмотрим, какое теперь усилие. Ну, это вообще, это прелесть. Она идет, вот, сказать, что легко, ничего не сказать. Ох, как я мучился первый раз, помню. И не один. Ну, посмотрите на эту прелесть. Съемник, конечно, богов. Все. Я вот, кстати, реально искал прям съемники из топорного кольца и вот этой части входного вала, которую у нас откручиваем сейчас, нету нигде. Ну, по крайней мере, я не смог найти. Если кто-то знает, где можно найти, обязательно пишите в комментах. Я думаю, это будет полезно. Теперь все. Смотри. Сюда. Важное замечание. Вот мы сейчас гайку вращаем. Пускай будет эта гайка. Не придирайтесь к словам. А выходной вал у нас стоит. То есть, видно, да? Вот. И вот здесь у нас на этой гаечке есть уплотнение еще одно. Вот оно. Тоже типа сальника, который не дает вытекать от жидкости как раз из муфты. Теперь мы поднимаем это. Вот жесть. А к такому мы не были готовы. Игольчатый подшипник разбил. Тут жесть, конечно. Тут и вот эта часть пострадала. Тут вот заусенцы такие. Капитальный подшипник. Просто вот его раскрошило. Вы видите, да? Это очень круто. И давайте сейчас я обойму достану подшипник. Пипец. И немножко расскажу о симптоматике проявления именно вот как раз вот этого косяка. Вообще, с чем обратился человек в сервис? Сейчас мы подшипник достанем. Такие подшипники в таком месте. Ну, ё-моё, а! Ну, как вы так могли? Это же пипец. Обойму вон там все раскрошилось на несколько частей. Основная жалоба клиента именно, у которого была изъята эта муфта, была на посторонние щелчки при движении. При именно при движении, при поворотах. При поворотах, да. При движении и поворотах. То есть, когда мы паркуемся, у него какие-то щелчки были очень жесткие, металлические. И шло это все сзади. Тоже много сервисов сначала грешило на привода, на редуктор, на задний. Знаете, что помогает? Вот, по крайней мере, опознать, что я делал в муфте. У меня это уже два или три случая было, что именно вот так вот дефектонул. Нам нужно заблокировать карданный вал. Заблокировать. И пробовать проворачивать с выключенным полным приводом. Это важно. Можно даже разъем с муфты скинуть. Заблокируем карданный вал. И пытаемся прокрутить сразу оба колеса. Они должны вращаться прям плавно, с легким сопротивлением. Как раз вот будет создаваться проскальзывание входного-выходного вала. Если у нас вот этот подшипник у нас здесь развалился, заклинился. Сейчас еще посмотрим, что с нижним. У нас получается, что это просто клин создает. И у нас вот это, это часть входного вала. То есть это у нас вращается, это часть входного вала. А вот эта вот часть, где вот как раз где подшипник должен скользить, это выходной вал. Соответственно, когда обоим у него разрушилось, он там заклинил. И у нас получилась постоянная сцепка полного привыка. То есть входной с входным валом постоянно вращались, причем через вот этот вот разбитый сепаратор, разбитый подшипник. Вот так. Сейчас мы немножко отмоем еще входной-выходной вал. Чуть-чуть расскажем про вот сам момент сцепки, что происходит. Ну, в процессе разборищ надо будет это рассказывать, так будет понятнее. Пока, давайте еще посмотрим повреждения. И, кстати, вот без очистителя, тромозов и деталей сцепления, а тут у нас фрикционы, это тоже своего рода сцепление. Просто не обойтись. Пару баллонов сюда уйдет точно, чтобы все это отмыть. Сейчас вот мы сначала вот эту часть отмоем. Так вот, офигенно видно повреждения. Сразу, чтобы мне тут не пачкаться сильно. Помните, пускай она чистая уже лежит, наготове. Какие еще вот, кстати, детали тут могут выйти из строя? Ну, блин, я не встречал пока. Вот этот вот сальничек, вот это уплотнение. Раз, блин, курский подшипник повсюду. Вот это уплотнение в центре, о котором я говорил, сальник. Втулка. В принципе, это все тоже, это все легко, элементарно выбивается, меняется. То есть, если материалы найти, все это будет перебираться. Вот эта вот часть, в принципе, я думаю, что подшипник у нас новый. Ну, как новый? Мы еще поищем новый. Подшипник ляжет нормально, и будет тут хорошая плоскость, хороший прижим. Это вот просто куски от него отваливались, и они сделали такие задеры. То есть, работать будет. Сейчас мы будем извлекать, я так полагаю, так называемый якорь, что ли, это правильно будет назвать. И буду складывать вот в обратной последовательности. Это очень круто, блин, я в свое время, повторюсь, очень хотел найти подобный ролик. Шариковая муфта у меня разбралась, и я этого не хотел сейчас. Можете кто-нибудь подержать ее? Блин, шлицы, шариковые муфты тоже пострадали. Вот, видите, у меня как фрикцион вот этот подошел, тут вот шлицы вот в эти пострадавшие, он уже упирается. Не хочет вылазить. Вот, пипец, развальцованный. Шариковую муфту тоже, по идее, надо менять. Ладно, сейчас разберем вместе с ней. Вот это вот у нас муфта непосредственно, повторюсь, шариковая. Вот, вы видели, что вот при вращении она у меня поднимается. Вот когда идет проскальзывание, вот градус увеличивается. Видно, что она поднимается? Нет? Вот она вылазит. То есть вот, в принципе, у нас градус проскальзывания для включения пакета. Вот, вот тут вот зазор появляется. Блин, тяжело на камеру это снять. Вот, немножко видно движение. Да, сейчас я стяну, вытащу одну часть этой муфты. Уже будет видно и шарики, и как это устроено. Вот как-то ее еще по-другому называют, эту муфту. Не шариковая, а кулачковая, что ли. Вот у нас вот здесь вот такие вот, видно, как кулачки, ромбики. Ну, не ромбики, а вмятинки. То есть, когда идет проскальзывание, она у нас поднимается за счет того, что шарик поднимается на возвышение. Ладно, запомним, что вот здесь вот у нас еще подшипник должен стоять, где его сейчас нету. Кладем сюда нашу муфту и достаем уже вот этот вот пакет. Как-то, наверное, как-то, пакет предварительных фрикционов, что ли. Тут, в принципе, все должно быть понятно. Должно быть. То есть, вот у нас часть, которая вращается вместе с муфтой шариковой. Вот это вот. Она, как бы, когда муфта не сработавшая, она у нас проскальзывает свободно. И вот здесь вот тоже происходит постоянное вот такое трение. То есть, вот эти наружные шлицы у нас крепятся жестко к входному валу. Вот это вот все входной вал. Вот видно по фланцу. То есть, это входной вал. И вот эта вот часть, вот эта, это выходной вал. Чтобы выходной вал начал вращаться, нам нужно, чтобы у нас шарики расперло. Вот это у нас пускай будет пакет включения. Пускай будет пакет включения. Вот электромагнитная муфта. Вот этот электромагнит. Притягивает вот этот якорь, вот эту часть. Вот эту железку большую, крупную, которая у нас жестко на входном валу закреплена. И здесь у нас такой первоначальный пакет включения. Вот. Тоже имеет вот он два фрикциона и три пластинки пускай будут. Вот. Этот пакет, он якорь жмет на пакет и сжимает его здесь. И за счет этого начинает просто проскальзывать вот эта часть шариковой муфты. Вот эта часть начинает вращаться. И за счет того, что у нас эта шариковая муфта имеет вот такие, как кулачки, шарики, еще раз повторюсь, они начинают давить на вот эту центральную часть, соответственно, давить на весь пакет фрикционов, которые у нас идут дальше. Таким образом получается сцепка. Думаю, понятно. Ладно, дальше мы... Вот, кстати, я как-то вытаскивал. Вот сними, как у нас стоит. Я думаю, что это не особо важно, в каких пазах якорь. Но лучше оставить его в тех же, в которых он работает. Вот. Обратите внимание на то, что у нас у якора... Раз, два, три, четыре, пять, шесть зубчиков. И, в принципе, он встанет у нас в любом положении. Разве что вот здесь вот у нас получается широкий зуб, поэтому и здесь вот, с обратной стороны. Поэтому будем... Я думаю, что положений-то много у него. Будем стараться его, короче, поставить так же, как он был. Так как тут уже и набивка идет по зубчикам. Ладно, снимаем якорь. Вот, собственно, сам якорь. Дальше считаем количество шариков и извлекаем. Кстати, есть интересный случай с этими шариками. Пару шариков у меня как-то упало в канал. Вот. И, по-моему, от какого-то заднего ступичного подшипника я их подобрал. Короче, шесть шариков. Тут, думаю, что все понятно. Шесть шариков. Вот они сюда у нас. Вот они так свободно от раскальзывания будут. Когда нет сцепки у этой муфты. У шариковой муфты. Дальше это вот у нас вторая часть шариковой муфты. Вот, где шарики уже непосредственно, на что они давят. То есть шарики давят вот на этот пакет. Вот если я на него надавлю, я сымитирую. Вот вниз давлю, имитирую нагрузку. Ну, сцепку. Вот это мне тоже надо как-то чем-то поддеть и приподнять. Вообще, если все это дело уронить на пол, оно очень быстро разберется. Мной проверим. Я, кстати, вот в сети находил какие-то муфты раннего образца, позднего образца. А что-то пока мне только вот встречается все вот такой вот тип. Без магнитов никуда. Вот, повторюсь. Тут много будет повторов, и уж извините, я сам, когда повторяю, заучиваю это все дело. Вот, это у нас вторая часть шариковой муфты. Вот она у нас кладывается вот сюда. Вот таким образом. Дальше вот этот вот выходной вал, кстати, должен вращаться легко. Ну, он более-менее здесь у нас скрутится. Там, кстати, вот место под квадрат есть по центру, можно будет проверять. Вот. Дальше у нас идет основной пакет фрикционов. Вот как раз муфта включения. Кстати, вот я смотрю на то, что вот особо не заморачиваются с отверстиями, как последовательность, то есть отверстия не совмещают вместе. Видимо, это не очень важно. Главное, чтобы жидкость перетекала у нас. А отверстия там будет в любом случае. Ну, ладно. Сейчас мы будем поднимать поочередно весь пакет и все вам на камеру покажем, чтобы была четкая последовательность. Я думаю, это будет... Кому-то это будет полезно. Короче, на крючок прям нормальный. Два крючка. И вот так вот это все дело извлекать. Кто-то мне как-то писал. Кто-то мне как-то писал замерять толщину фрикционов. Я вот, честно говоря, не думаю, что здесь у нас вообще фрикционы эти могут сильно так сточиться. Потому что у них особого проскальзывания-то и нет. Но, тем не менее, толщину попробуем померить. У меня есть более-менее живая муфта. Душная, разбитая. Которая некоторым материалом как раз я буду использовать. Принцип следующий. Прижимная, то есть диск, получается, ведомый и ведущая пластина прижимная. Я думаю, будет понятно. То есть пластина у нас к входному вау крепится, вот к этой колбе. А фрикцион к выходному. К вот этому штырьку. Не удержался. Слово. Поразительно. Кстати, вот даже на ощупь разная эта мужчина фрикционов. Не-не-не. Надо будет попробовать замерять. Ну, короче, вот таким образом мы все извлекаем. Я думаю, что можно будет попробовать ускоренную съемочку даже включить. Самое главное, как вот последний лежит. Хотя тут уже и так понятно, с чего начинать разборку. Приятно, когда три руки подорвалось хватать. Ага, классика. Сначала по одному идет. Кстати, все это надо просматривать, конечно. Каждый диск. Ну, это мы сейчас будем отмывать все. Все будем просматривать. Так. Угу. Ой, вот тут вот самое интересное пошло. Сейчас. Последний как раз у нас фрикцион. Да. И уже идет корпус вала. Вот этот последний прижимной фрикцион. А, нет. Извиняюсь. Да хуя, фрикцион. Очень много фрикционов. Они, в принципе, ничем не отличаются. Рукодром. Еще фрикцион. Масло я хочу и всем советую обязательно мерную колбу. Сохранять, да, мерную колбу. Уровень проверить, мне даже интересно. Везде ли он одинаков? Короче, пора, видать, мерную колбу тащить. Да, чем ниже, тем тяжелее равномерно тащить по шлицам. О, вот там, последний, по-моему, уже на подходе. Да. Там другие уже акционы, по-моему. А, нет, все. Все? Все. Да, вот у нас последняя идет ведущая пластина. Вот этот подшипник, который в прошлом нашем ролике мы засирали. Тут он выдержан, кстати. Вот. Все приготовлено. У нас, короче, куда-то делась наша мерная колба, поэтому у нас 150-миллилитровый шприц. Сейчас мы просто через воронку попробуем. Вот вся жидкость, кстати. Так ее тут немного. Цвет шикарный. У нас куча еще осталось. Здесь куча прям. Сколько здесь? 75. Пускай будет половина шприца. Ну, короче, прям мало. Ну, конечно, у нас потери. Плюс здесь у нас такое приличное количество. Вот видно, что здесь все в масле ну точно не 75. Ну, точно не 75, конечно, здесь. Ну, заправлять будем, наверное, все-таки 150. Причем во втором ролике у нас получится два ролика. Обязательно мы все расскажем, как мы будем заправлять, как наполнять весь этот сосуд. Потому что я как-то сделал неправильно и потом мучился, не мог, короче, залить жидкость с него. Поэтому ждите вторую часть. Но на этом первая еще не закончилась. Так, друзья, что мы здесь видим? Мы видим здесь выходной вал, который у нас свободно вращается на подшипнике. Вот опять-таки вернусь к прошлому нашему ролику про муфту, где мы как раз у нас выше устроили вот этот подшипник. Но ситуация получилась та же. То есть у нас входной с выходным валом постоянно вместе вращались. Вот таким образом. А не вот таким. За счет того, что подшипник просто заклинил. Здесь нам, чтобы снять, мы сейчас подденем стопорное кольцо и извлечем подшипник. Он достаточно легко дальше у нас пойдет. Сейчас фонарь сюда, наверное, закину там. Перед тем, как начать вот сейчас работать даже, чтобы вот масса эта вонючая, прям потом башка будет болеть, мы сразу это все сделаем. Попробуем отмыть по максимуму. Естественно, и наружку, и внутренности. И вот слышим сейчас, как подшипник запоет после очистителя, кстати. Подшипник этот имеет такую люфтацию приличную, но мы его по-любому заменим. Зато посмотрите, как сейчас все чистенько и четко, как все хорошо видно. И прям приятно трогать. Теперь берем плоскую отвертку и вот тут есть специальный паз на стопорном кольце. Пытаемся поддеть стопорное кольцо. В принципе, это не самое сложное в этой процедуре, но повозиться придется. Можно его сместить вот сюда, вот в отверстие. Сейчас мы его прокручим, попробуем. Вот взяли потоньше отвертку и вот таким образом достаточно просто стопор у нас выходит. Ну, вообще, вот ничего сложного, конечно, муфти нету, разве что вот детали и инструмент подходящий. Блин, вот был бы какой-нибудь комплект. Дальше нам нужно извлечь выходной вал. Он достаточно легко вот так вместе с подшипником у нас поднимается. Мы здесь видим еще одно стопорное кольцо, которое уже удерживает подшипник непосредственно вот на валу. А здесь глухое отверстие. Посадка под подшипник. Тут вот этот вот велосипедный подшипник также легко снимается. В принципе, как с вала легко сходит, как и выходило из муфты. То есть, тут дальше уже кому как удобнее. Можно сделать вот сюда упор и по центру у нас надавить или чем-нибудь подстучать. Давайте попробуем самый простой вариант. Вот я буду удерживать в руке, а туда вот в центре еще что-нибудь вложу и буду просто подстукивать. Просто ради интереса. Ну, он тронулся, но я, наверное, пойду все-таки на пресс. Нет, идем. Когда выдерживают ударные нагрузки выходной вал и инструмент. Сейчас мы будем запрессовывать новый подшипник. Запрессовывать можно, в принципе, и старым, если обойма внутренняя целая осталась. Упор делаем на внутреннюю обойму и вот таким образом будем запрессовывать. Все достаточно просто. Можно, если аккуратненько, прям подбивать. Но все-таки запрессовку мы пойдем делать напряжение. Сейчас покажем. Подшипник. Номера и размеры обязательно будут в описании. Здесь в родной используется открытого типа. Кстати, начал закусывать. Я чувствую, что там надо будет его потом разломать, посмотреть. В родной используется открытого типа, то есть смазывается маслом. Мы используем такого закрытого типа. В принципе, уже проверено, уже на машине такие подшипники на пару машин ходят достаточно долго и вопросов проблем не возникает. Вот я сейчас прямо от рук подшипника запрессовал до момента, когда у нас закрывается посадка под стопорное кольцо. Теперь вот таким образом делаем упор. Отходящую оправку под внутреннюю обойму подшипника. 12 тонн даем. Шутка. Смешная шутка. Сейчас мы еще посадку под подшипник отмоем. Контрольная отмывочка, зачистка, установим вал. Отмываем все тем же. Вон, опять. Опять вот нечистый очиститель тут образовался. Добиваемся идеально прозрачного чистого очистителя внутри. Так вот каждый. Чуть не забыли поставить стопорное кольцо, между прочим. Не забываем, друзья. Потом, когда все соберете, прям твою ж мать! Остопорт. Вот, осадим его. Сидит. Вот. И теперь уже вот эту конструкцию внедряем на место. Чак. И люфт, кстати, гораздо меньше стал. Он есть все равно, потому что у нас валт длинный, подшипник глубоко и глухой. Логично. Стопорное кольцо также мы сейчас слегка отмываем. Дальше пойдут стерильные чистые ручки сухие, потому что там уже чисто. Устанавливаем стопор. Пожалуй, самое тяжелое в том, чтобы перебрать муфту. Вот таким характерным щелчком стопорное кольцо должно как следует у нас осесть. Все. Друзья, есть такой небольшой вопрос к тем, кто в теме. Что вот за шарик у нас внутри, в отверстии? Вот мы видим отверстие, и там внутри шарик. Также вот с этой стороны мы видим, что этот шарик вставлен и просто завальцован. Этот же шарик просто мы с этой стороны видим. Я предполагаю, что это у нас заправочное отверстие, то есть на заводе всю конструкцию собирает, потом такой аппарат встает, туда масло заливает, шариком это все запечатывается и вальцовывается. Звуки хорошие. И потом завальцовывается. Напишите, пожалуйста, свои мысли обязательно в комментах. Сейчас мы это дело все законсервируем, чтобы все это у нас пыль, грязь, ничего не попадало и приступим к очистке фрикционов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова